Добрый вечер! Владимир Павлович, сегодня мы говорим о Меликевском районе, вопросов очень много, мы поговорим сегодня и о дорогах, мы поговорим о том, что из-за засухи, наверное, все-таки пострадал как-то урожай, вот, наверное, начнем как раз-таки с этого, да, то есть в восьми районах Ульяновской области введен режим ЧС, и вот причиной тому стала засуха, сейчас, конечно, дожди и замечательно, да, но все-таки засуха, наверное, привела к гибели урожая, и вот хотелось бы, чтобы вы ситуацию озвучили на сегодня, то есть как обстоят дела у нас, и на какое можно будет рассчитывать урожай в Меликевскому району? Спасибо. Спасибо. Актуальный вопрос, на самом деле, вот та проблема, которая сегодня сложилась в регионе, в ряде районов, а вы уже озвучили, восемь районов реально сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с почвенной и атмосферной засухой. Есть частичная, есть полная гибель, прежде всего, яровых культур. Мы не стали исключением наш район, и мы сегодня констатируем факт, подготовили соответствующие документы, более 7 тысяч гектар яровых посевов или частично, или полностью погибло. Это ущерб, прямой ущерб хозяйством порядка 75 миллионов рублей. Конечно, последствия вот той засухи, атмосферной почвенной засухи, которые сегодня есть, они значительно больше, нежели вот эта вот цифра, вот эта вот сумма. Ну, тем не менее, посевы озимых культур в вполне удовлетворительном состоянии. Вот сегодня те осадки, которые прошли вот последние дни, они, конечно же, позитивно скажутся на росте развития кукурузы, подсолнечника, ну и тех других культур, которые сегодня в районе возделываются. Какова вообще степень готовности сегодня к уборке урожая? На сегодня, вот только что сегодня мы недавно завершили, сегодня, именно сегодняшним днем провели совещание, семинар совещания по подготовке машинно-тракторного парка в ООО «Маяк». Это семинар совещания проходило, где было констатировано то, что район готов, комбайновый парк готов, техническая готовность есть. Здесь необходимый запас горюче-смаженых материалов имеется, и, по сути дела, уборочная страда уже в районе начала, да, вот идет уборка технической культуры рыжек. Это новая для нас техническая культура, вот она, сегодня спрос на рынке, спрос достаточно высокий на эту культуру, вот, и практически вот после того, как осадки сегодня-завтра обещают синоптики завершения вот такого вот, таких осадков интенсивных, и, по сути дела, начнется уборка зимых хлебов. Что мы ожидаем в текущем году? Ну, трудно, я вот не сторонник прогнозировать, хотя у нас есть понимание, есть хлебовурожный баланс, есть видовая урожайность. Мы понимаем, сколько ожидаем получить валового сбора зерна, ну, я полагаю, не менее прошлогоднего, поэтому опасение того, что будет или не будет хлеб, хлеб будет, хлеб его величества, как мы его называем в области, конечно же, будет сформирован региональный фонд для стабилизации... Да, рынка зерна, соответственно, и стабилизации ценовой политики на хлеб, на конечный продукт. Нам очень важно сегодня и другое, какие запасы будут фуражного зерна, потому как сегодня очень востребовано фуражное зерно с учетом роста и увеличения количества поголовья птицы, свинопоголовья. Это очень важно, актуально на сегодняшний день. Что касается вообще заготовки кормов, это тоже важная такая вот компания. На сегодня сено и сенажа заготовлено в полном объеме, выше плановых запасов, с учетом того, что у нас был переходящий фонд, и эта работа продолжается. Поэтому опасений нет, что коллективные хозяйства, жилотноводство коллективных хозяйств... Да, и если есть в коллективном, то, значит, есть и на личном подворье. Так вот, такая арифметика. Вот, сомнений нет, что корма в полном объеме будут заготовлены. И в целом, тоже вот такой интересный факт, мы констатируем, что уборка в этом году начнется на две недели раньше обычного. По сути дела, вот Краснодарский, Ставропольский край. Да, вот, поэтому это требовало более интенсивно, более качественно готовить технику, соответственно, все механизмы зерно-чистительные, так и складские помещения проводить, обработки соответствующие против болезней и вредителей. Сегодня в основе этой работы проведены последние, там, штрихи, что называется, дорабатывают на местах. Владимир Павлович, что касаемо передовиков производства, что можете отметить на сегодня? Ну, во-первых, традиционно, вы знаете, будем каждый день, ежедневно подводить итоги, как среди индивидуальных, по индивидуальным показателям, механизаторы, водители, все категории, работающие, занятые на уборочных работах, по ним будут подводиться итоги. В честь лучших, это и поднятие флага трудовой славы, у нас это традиционно, это и благодарственные письма, ну, и другие меры морального и материального поощрения, которые сегодня наработаны, есть положения, есть условия соревнования. Это будет все в ежедневном режиме, равно как и трудовые коллективы. Что касается лучших передовиков, ну, в целом, мы вообще отчествуем передовиков традиционно уже по завершению уборочных работ, по завершению всего озимых культур, тем более в этом году нам 85 лет, району 85 лет, он будет вот такой вот большой, да, юбилейный совещенный праздник, где будут, конечно же, отмечены лучшие и муниципальными, у нас и муниципальные награды есть, и региональными. Ну, и я думаю, что мы ходатайствуем за лучших наших сельчан, чтобы они были награждены и федеральными наградами, ну, и не только работники сельского хозяйства, как отрасли, но и социальные сферы, все, кто прямо или косвенно имеет отношение к сельскому вкладу, к сельской жизни. Огромное спасибо за ответ. Я напоминаю, что мы работаем в режиме реального времени, и все вопросы для главы администрации Меликевского района мы принимаем по телефону 31145. Владимир Павлович, вот поступили интересные вопросы. Хотелось бы, чтобы Вы рассказали подробнее о программе «Земский доктор». На что я как врач могу рассчитывать, если я перееду на работу и устроюсь врачом одной из сельских больниц? Спасибо. Спасибо вот за вопрос. Очень важный и интересный вопрос. Ну, как «Земский доктор», согласно федерального закона, можно рассчитывать на миллион рублей молодому специалисту в возрасте до 35 лет. Но, что интересно, у нас есть своя программа, программа социальной поддержки молодых специалистов, вот медицинских работников в частности, которая предусматривает, я вот даже, если можно поделюсь, что предусматривает. Во-первых, если нет жилья, съем жилья, 2,5 тысячи рублей ежемесячно, частичная оплата подъезда, если специалист, работающий в том или ином учреждении здравоохранения района, на работу ездит, подъезжает с другого населенного пункта. Кроме того, мы готовы тому будущему врачу, который изъявит желание работать в сельской медицине, в районе, мы готовы в последний год обучения в ординатуре оплатить 70 тысяч рублей. Вот это меры поддержки. Кроме того, если первый год отработал специалист, врач, то он получает 20 тысяч рублей, второй год 40, третий год 60 тысяч, единовременного такого вот денежного содержания. Соответственно, и средний медицинский персонал. Средний медицинский персонал там несколько ниже меры поддержки. Но вот такие вот есть. Тоже существуют. Владимир Павлович, а потребность все-таки есть именно во врачах и других медицинских работниках? Есть. Есть. Мы сегодня стараемся работать и с Ульяновской, с Ульяновским университетом, медицинским факультетом, с Самарским. Мы встречались с выпускниками, соответственно, медицинских учреждений и средние в том числе. Ну, сегодня реально мы рассчитываем, вот с учетом того, что вот эти вот меры поддержки, они есть, рассчитываем на то, что на самом деле поедут медработники к нам, врачи, мы ждем. На самом деле очень нуждаемся, тем более вот вопросы или проблемы с здравоохранением в Меликевском районе, равно как и в Димитровграде, они имеются. Это такая вот резонансная ситуация. Кроме того, я могу сегодня доложить, что по инициативе и под руководством губернатора сегодня разработана программа, областная программа развития здравоохранения в Меликевском районе. Трехлетняя программа, которая предусматривает финансирование в объеме 220 миллионов рублей. Это разные направления и ремонт, и приобретение медицинского оборудования, приобретение санитарного транспорта. И кроме того, эта программа, в дополнение к этой программе, будет еще программа, она сегодня отрабатывается, разрабатывается обеспечение жильем. Вот сегодня есть такое понимание, что на принципах софинансирования 90 областей, 10 район, будет приобретаться жилье именно для врачей, для медицинских работников. Огромное спасибо. Я думаю, ответ исчерпывающий. Напоминаю, телезрители, мы работаем в режиме реального времени, и все вопросы для главы администрации Меликевского района мы принимаем по телефону 311-45. Звоните. И вот теперь вопрос от педагогов. Расскажите о мерах социальной поддержки. Какие вы предоставляете льготы и что можете предложить? Педагогические работники нам тоже нужны. И в дошкольные учреждения образовательные, и в основные школы, конечно же, нужны. У нас меры поддержки для педагогических именно работников, они тоже отработаны, они разработаны. Есть и подъемная выплата подъемных. Вот то же самое мы в этом году введем изменения, введем в программу изменения, будет оплата подъезда до места работы медицинским работникам. Извиняюсь, извиняюсь, педагогическим работникам. Ну и кроме того, вот мы сегодня тоже готовим изменения в программу социальной поддержки педагогических работникам, которые тоже будут предусматривать практически идентичные условия для молодых специалистов. Ну, пока может быть сложнее вообще выделение жилья, но съем жилья мы тоже в программу свою внесем, это тоже будет. Вот в продолжении темы, как раз-таки, если говорим мы о образовании, наверное, стуки подошкольное. Существует ли очередь в детских садах нашему ребенку год, и мы хотим переехать в село? Куда посоветовать? То есть люди хотят с гордо переехать в село? Вопрос хороший. Ну, мы будем рады встретиться с молодой семьей. Конечно же, на самом деле, если есть такое желание, мы отрекомендуем, наверное, и не один населенный пункт, конечно же, где есть, соответственно, рабочие места и, соответственно, какова ваша квалификация, какова ваша профессия. В целом, вот у нас охват дошкольным образованием по району 87%. Это один из самых высоких в Ульяновской области, хотя проблема, вот сказать, что очень острая проблема есть, этого не сказать, мы решаем. Вот в прошлом году мы в трех населенных пунктах увеличили количество групп с учетом того, что такая потребность возникла. Это в Дивном, это в Новоселках и в Муловке. В этом году вновь будет открыт садик, проведен соответствующий ремонт, соответствующее оборудование приобретено в Хмелевке. Там не было дошкольного учреждения, наверное, лет 25, когда-то оно было. А в целом мы вот за последние годы восстановили из руин шесть дошкольных учреждений. Поэтому, если конкретный разговор, конкретный вопрос, вы на самом деле можете обратиться к нам, к руководителю аппарата, прийти к нам просто в администрацию, вам мы окажем и поясним, расскажем, куда, что, где и какие нам нужны профессии. Где сегодня идет ремонт, в каких дошкольных учреждениях и в каких школах, что можете отметить? Да, очень такой вот сезонный и очень важный актуальный вопрос. На самом деле, вся подготовительная работа, связанная с ремонтом, с подготовкой образовательных учреждений, как дошкольных, так и общеобразовательных школ, она ведь начата ранней весной, когда проведена дефектовка, когда мы для себя определили, какие работы в том или ином учреждении будут проходить. К сожалению, вот, ну, ситуация диктует и дополнительные условия, все то, что планировали, оказалось этого недостаточно, появились новые дополнительные проблемы, которые нужно решать, и перешать и до начала учебного года, да и в процессе учебного года. Ну, вот такие вот крупные, что ли, проекты, которые реализуются в плане ремонта. Первое, мы в этом году должны завершить программу по открытию школьных теплых туалетов. Вот, как бы это ни звучало, но это очень важно, актуально, 21 век, а у нас многие учреждения образовательные, им по 40, по 50 лет, и смет проекта ранее просто не были предусмотрены. Да, предусмотрены были, да, но это ненормально сегодня в это время, поэтому мы в прошлом, позапрошлом году этой задачей занимались, и сегодня. Сегодня идет строительство теплого туалета в русско-америкезской школе, в Муловской второй школе, и вот недавно завершилась практически работа по строительству теплого туалета в Хамилевской школе, и в этом году мы в целом эту задачу решим. Кроме того, идет вот очень серьезный большой ремонт в Новоселкинской школе с участием и муниципальных средств, и федеральных средств. Кроме того, мы вынуждены будем, мы не ожидали вот этой вот проблемы, Новая майна вторая школа, где вот серьезные протечки кровли. Мы вынуждены будем не в полном объеме, к сожалению, хотя там уже вот, наверное, требуется полный такой вот ремонт кровли, но цена вопроса 20.